Музыкальный мир Он оставил после себя волну шока и недоумения. Люди не могли поверить, что такой талантливый и жизнерадостный человек мог уйти так внезапно. Обстоятельства той роковой ночи до сих пор окутаны тайной, заставляя поклонников и коллег ломать голову над unanswered questions. Что могло привести к такому трагическому исходу? Как жизнь, столь многообещающая, могла оборваться так внезапно? Вопросы остаются, и каждый пытается найти свои ответы. Официальной причиной смерти было признано самоубийство, но детали произошедшего остаются неясными. Следствие не дало однозначных ответов, и это только усилило боль утраты. Трагедия бросила тень на всех, кто знал Мурата, и даже спустя годы боль утраты все еще ощущается теми, кто его любил. Его музыка продолжает жить, напоминая нам о его таланте и о том, как хрупко может быть жизнь. Новость о смерти Насырова вызвала волну недоверия в музыкальном сообществе. Талантливый артист с многообещающей карьерой, его внезапный уход был трудно осознать. Поползли слухи, подогреваемые отсутствием внятных объяснений. Одни шептались о бремени славы и обратной стороне музыкальной индустрии. Другие указывали на возможные личные проблемы, скрытые от глаз общественности. Токсикологические экспертизы оказались неубедительными, добавив еще один слой сложности к и без того загадочной ситуации. В то время как официальной версией оставалось самоубийство, многие вопросы остались без ответа, оставив после себя пустоту, заполненную домыслами и горем. Среди тех, кого глубоко тронула смерть Насырова, была певица Алена Апина, близкая подруга и коллега. Они часто выступали вместе, делились сценой и радостью творчества. Их дружба была крепкой и искренней. Работая вместе над многочисленными проектами, Апина была связана с покойным певцом особыми узами. Они проводили много времени в студии, создавая музыку, которая трогала сердца их поклонников. Новость о его смерти стала для нее ударом, повергнув в шок и неверие. Она не могла поверить, что человек, с которым она делила столько счастливых моментов, ушел так внезапно. Апина не могла примириться с мыслью о том, что яркий, энергичный Насыров, которого она знала, мог закончить жизнь самоубийством. Она часто вспоминала его выступления, его улыбку, его энергию на сцене. Она вспоминала его как добрую душу, всегда полную жизни и излучающую тепло. Его доброта и искренность оставили неизгладимый след в ее сердце. Версия о самоубийстве не укладывалась у нее в голове, поскольку она не могла постичь, что могло толкнуть его на такой отчаянный шаг. Она продолжала задаваться вопросами, пытаясь найти ответы, которые, возможно, никогда не будут найдены. Еще больше интриги трагедии добавили слухи о романтических отношениях между Апиной и Насыровым. Совместная фотосессия, на которой певцы были запечатлены в, казалось бы, интимных объятиях, подогрела эти спекуляции. СМИ, жаждущие сенсаций, ухватились за эти фотографии, создавая истории о тайном романе. Эти слухи, однако, были быстро опровергнуты обеими сторонами. Апина, все еще переживающая потерю друга, оказалась в центре нежелательной шумихи в прессе. Время для этого было выбрано крайне неудачно, поскольку она и без того справлялась с эмоциональным потрясением от смерти Насырова. В свете неустанных слухов я чувствовала себя обязанной прокомментировать домыслы, окружающие мои отношения с Насыровым. Я категорически отрицаю любую романтическую связь, подчеркивая, что наши отношения носили исключительно профессиональный характер. Мы были коллегами, друзьями которых объединяла общая страсть к музыке. Апина пояснила, что скандальная фотосессия была ничем иным, как творческим союзом, неверно истолкованным жаждущими сенсаций СМИ. Она выразила свое разочарование по поводу слухов, которые, по ее мнению, были неуважительны как к ней, так и к памяти Насырова. На момент смерти Насырова Апина была замужем за бизнесменом Александром Иратовым. Их союз, длившийся почти 25 лет, преодолел немало испытаний. Пара построила совместную жизнь, справляясь с трудностями славы, пристальным вниманием общественности и личными невзгодами. На протяжении всего брака Апина продолжала заниматься музыкальной карьерой, добившись значительных успехов. Она оставалась любимицей публики на российской эстраде, ее талант и харизма покоряли слушателей по всей стране. Однако трагедия смерти Насырова бросила тень и на ее личную, и на профессиональную жизнь. Несмотря на прочную связь, брак Апина и Иратова в конце концов дал трещину. Причины их развода остаются глубоко личными, скрытыми от посторонних глаз. Однако время, выбранное для расставания, вскоре после смерти Насырова, вызвало слухи о том, что эта трагедия сыграла свою роль в их решении. Я всегда утверждала, что слухи беспочвены. Решение расстаться было взаимным и мирным. Несмотря на душевную боль, мы оба были готовы сохранить уважительные отношения, особенно ради нашей семьи. Апина говорила о своем разводе с достоинством, подчеркивая взаимное уважение, которое осталось между ней и Иратовым. Восьмой раздел. Собрать осколки. Жизнь после развода. Конец брака, особенно такого долгого, как у Апиной, никогда не бывает легким. Решение двигаться дальше, каким бы трудным оно ни было, в конечном итоге стало правильным как для нее, так и для Иратова. Они находились на разных этапах жизни, их пути разошлись. Несмотря на боль разлуки, Апина подошла к ситуации с силой и упорством, решив начать жизнь с чистого листа. Она сосредоточилась на музыке, находя утешение и силы в своем творчестве. Она также посвятила себя семье, поставив ее благополучие во главу угла в это непростое время. Девятый раздел. Обретение покоя, размышления Апиной. Этот раздел посвящен глубоким размышлениям и внутреннему миру, который она обрела после тяжелых испытаний. Оглядываясь на трудный период после смерти Насырова и своего последующего развода, Апина рассуждает с чувством покоя и принятия. Она вспоминает, как эти события изменили ее жизнь и заставили переосмыслить многие вещи. Она признает боль и душевные страдания, которые сопровождали ее в те моменты. Эти чувства были невыносимыми, но она нашла в себе силы справиться с ними. Но также осознает ту силу, которую обрела в себе. Она поняла, что может преодолеть любые трудности и выйти из них еще сильнее. Этот опыт, каким бы трудным он ни был, в конечном итоге привел ее к большей самоосознанности и личностному росту. Она начала вести дневник, чтобы лучше понять свои чувства и мысли. Я решила не разглашать подробности своего развода, уважая как свою потребность в завершении этого этапа, так и потребность Иратова. Это было наше общее решение, и я уважаю его, так и потребность Иратова. Я не держу зла на своего бывшего мужа, признавая, что наше время, проведенное вместе, хоть и подошло к концу, было наполнено любовью и общими переживаниями. Мы оба многому научились и выросли благодаря этому опыту, признавая, что наше время, проведенное вместе, хоть и подошло к концу, было наполнено любовью и общими переживаниями. Эти воспоминания останутся со мной навсегда, и я благодарна за них. Десятый раздел. Наследие, омраченное трагедией. Преждевременная смерть Мурата Насырова остается невосполнимой утратой для музыкального мира. Его талант, харизма и заразительная энергия оставили неизгладимый след на российской эстраде. Его музыка продолжает находить отклик в сердцах поклонников, являясь свидетельством его неприходящего наследия. Однако обстоятельства его смерти продолжают омрачать его память. Неотвеченные вопросы, домыслы и слухи – все это порождает чувство тревоги и печали. Это напоминание о том, что даже в казалось бы гламурном мире музыки тьма может скрываться под поверхностью. Одиннадцатый раздел. Неотвеченные вопросы, неувядающие воспоминания. Трагическая смерть Мурата Насырова служит ярким напоминанием о хрупкости жизни и неприходящей силе памяти. Хотя обстоятельства его ухода могут навсегда остаться загадкой, его музыка и то влияние, которое он оказал на тех, кто его знал, будут жить вечно. Для меня отсутствие Насырова – это постоянное напоминание о важности ценить каждое мгновение и жить полной жизнью. Я несу его память с собой, горько-сладкое напоминание о жизни, оборвавшейся...